Отлично. Тогда, коллеги, у нас с вами суперограниченное время, и давайте сразу от лирики, скажем так, к практике. Про себя много рассказывать не буду, потому что, опять же, нет у нас на это особо времени. Скажу, что меня зовут Юлия Пьянкова, и я специалист по CRM-маркетингу, по автоматизации маркетингов комплекта. Достаточно много за пять лет опыта успела накопить, и статей, и вебинаров, клиентов, разных всяких сертификатов, поэтому коллеги пришлют эту презентацию, если интересно, почитайте про меня поподробнее. Итак, мы сегодня с вами говорим про три очень таких глобальных, важных тренда на 2024 год, я уверена, на 2025 тоже. Первый, стоит ли подключать чат-бот к чату GPT? Такой очень сильный тренд не только на GPT, про который уже абсолютно все слышали, а рынок шагнул дальше и стал этот GPT подключать к чат-ботам. Вот как раз проговорим, стоит ли это того. Также посмотрим актуальные сценарии ботов для бизнеса. Опять же, как правило, чат-ботов сейчас хотят все, у многих они есть, разберемся, какие цепочки у нас актуальны и какие нужно внедрять прямо вот сейчас, идти и внедрять. И также, что такое All-in-One-Bot и почему отменяют массовые рассылки. И я вам расскажу, что до сих пор, если вы отправляете какие-то коммуникационные сообщения по всей базе сразу, то надо от этого отходить, переходить больше к персонализации. Опять же, поговорим почему. Предлагаю начинать с актуальных сценариев. Вообще, весь мой доклад будет построен таким образом, что мы от более простого пойдем к более сложному. И как раз вот такой первый левел на это актуальные сценарии. Мы в комплеты походили по рынку, посмотрели, какие чат-боты есть у разных бизнесов и сделали свой такой небольшой рейтинг. Абсолютно практически у всех есть информационный бот. Дальше у нас идет прогрев, вебинар, продающий бот и саппорт бот. И как раз таки сейчас посмотрим, кому эти воронки нужны, нужно ли их внедрять в 2024 году и какие главные задачи и проблемы бизнеса они закрывают. Начнем с менее популярных и постепенно дойдем до информационного бота. Итак, саппорт боты – это боты поддержки. Наиболее они распространены в банковских приложениях, либо у айтишки, у кого сложный продукт, где можно найти много багов, каких-то непонятных моментов. И как раз таки саппорт закрывает эту проблему. Однако, какие проблемы еще он может закрывать? Здесь сразу можете себе мысленно или, если записываете, ставить плюсики, как такой индикатор, что такой бот нужно внедрять. Итак, если много однотипных вопросов от пользователей, если не помогает раздел факт с часто задаваемыми вопросами, пишут одно и то же, саппорт эту проблему закроет. Следующая проблема, которая вытекает из предыдущей – это высокая нагрузка на менеджеров. У нас ресурс не безграничный, можно нанять хоть 100 менеджеров, однако, если есть большой поток, то, соответственно, любой ресурс закончится. Таким образом, снимаем часть нагрузки с менеджеров и отдаем все это боту. Если у нас большой отвал пользователей и задолго во времени ожидания. Мы представляем ситуацию, пришел пользователь к нам на сайт или куда-то написал нам в WhatsApp или в мессенджер и ждет, даже если 10 минут пользователь ждет ответа, как правило, он уйдет. Таким образом, саппорт тоже закроет эту задачу, если у пользователя какая-то нередовая ситуация, то переведет на менеджера в случае необходимости. Также, если есть ручная обработка входящих обращений, и это действительно боль, что входящие обращения, как правило, они холодные, даже если это холодные лиды, все равно ручная обработка занимает гигантское количество времени. Стоит достаточно дорого содержать отдельный отдел, например, продаж тот же самый, который отвечает только на входящие сообщения. Саппорт проблему решает. И если высокие косты на техническую поддержку, опять же, саппорт может здесь помочь, потому что, как правило, обслуживать чат-бота достаточно, даже не достаточно дешево, а намного дешевле, чем обслуживать целый отдел технической поддержки. Идем дальше. Сейлс-бот, он же продающий бот, это такой инструмент, который может выставлять счета, выставлять там счет фактуры, информировать о доставке, в общем, выполнять задачу сейлс-менеджера. Кому он подойдет, какие проблемы решает. Если у нас трата ресурса ОП на холодные лиды, если нет никакого инструмента прогрева, нет разделения на MQL и SQL-людов, и чат-бот как раз-таки поможет обработать эти входящие обращения, поможет допрогреть, если необходимо, и закрыть часть задач от сейлза. Также, если у нас низкая конверсия продаж, опять же, та же самая ситуация. Высокие косты на отдел продаж, много ресурсов, времени уходит, конверсия в продаже низкая. Делегируем часть обязанностей на сейлс-бота, где он как раз эти проблемы сможет закрыть. Если нет автоматизированного бизнес-процесса или нет CRM-системы, как правило, очень сложно отслеживать повторные продажи. Если первичные отслеживать легко, куда-нибудь в Excel-ку все это внесли, сумму, дату покупки и так далее, при этом достаточно сложно отслеживать вторичные, тричные и так далее, продажи, потому что очень часто в компаниях достаточно криво собирается база контактов, база данных и так далее. Опять же, через аналитику чат-бота можно более или менее всю эту историю стабилизировать и понять, по крайней мере, LTV-клиента, это его средний чек, как часто он вообще обращается и насколько сейлс-бот закрывает его задачи, либо все-таки это клиент, можно сказать, такой вредненький, которому хочется пообщаться с человеком. Дальше, вебинарный бот абсолютно для всех компаний, кто ведет вебинары или хочет начать их вести, и кому этот бот понадобится, какие проблемы он закрывает. Это нет понимания, кто регистрируется. Мы в целом можем предположить, что наш целевой клиент – это маркетологи, например, или руководители бизнеса, но точно нет понимания, какие должности к нам приходят, из каких компаний вебинарный бот эту задачу закрывает, если мы в него загружаем какой-либо опрос. Если низкая вовлеченность и низкая доходимость на вебинары, я думаю, это такая очень острая боль абсолютно для всех, как вебинарный бот решает эту задачу. Элементарно он присылает напоминания за день, за пять минут, во время вебинара, чтобы люди подключались и активнее себя проявляли во время вебинара. Если нет лидов и нет продаж вебинаров, тоже бывает такая частая ситуация, вебинары ведем-ведем, никакого толка от этого нет. Как раз-таки после вебинарного, можно сказать, обслуживания тоже берет на себя вот такой вебинарный бот. Он спрашивает у аудитории, понравилось, не понравилось, если понравилось, то какой балл ставите, хотите обсудить что-то со специалистом, если не понравилось, то тут вообще абсолютно широкое поле для того, чтобы этого пользователя дальше прогревать и закрывать его на сделку. То есть что-то не понравилось, давайте встретимся с специалистом, поговорим, обсудим, что не понравилось, какие пожелания, агрессия, комментарии и так далее, и все это уже обсудить при живом общении. И как раз уже менеджер сможет закрыть часть вопросов, таким образом продать или продать какую-то услугу. Переходим к популярным самым, скажем так, ботам, это прогрев. Прогревающий бот, соответственно, он отправляет какие-то сообщения с целью закрыть сделку, закрыть на продажу. Кому он подходит? Если у вас, ваши пользователи не понимают или не знают ваш продукт, абсолютно актуальная история для айтишки, когда все сложно, много непонятных слов и вообще непонятно кому и зачем это нужно. Если 95% холодных лидов, это как раз история, когда в компании не делят лиды на SQL и MQL. MQL – маркетинговые лиды, которые не прогрелись, они пока не хотят ничего покупать, они хотят узнать про вас побольше. SQL – лиды для дела продаж, которые уже достаточно прогрелись и готовы покупать. Также, если нет доверия к компании, опять же, прогрев выполняет эту функцию, он просто аудиторию прогревает. Есть лиды, нет продаж – такая же история. Это все полностью прогрев. Прогрев контентом, прогрев интерактивом, квизами и так далее, и так далее. И если растет средний цикл сделки, например, снимаем аналитику и видим, что из месяца в месяц, от трех месяцев до полугода уже цикл сделки растянулся, таким образом, с помощью прогрева сокращаем всю эту историю. И самый популярный бот – это инфобот, похож на прогрев, но и у информационного бота, как правило, нет цели что-то продать. Есть цель просто донести до аудитории какую-либо информацию. Какие проблемы здесь мы закрываем? Если вы вводим новый продукт или бренд, про который рынок еще не знает, нам нужно нанести эту информацию, бот, рассылка по базе подходит идеально. Если, опять же, высокая нагрузка на менеджеров, можно вернуться с однотипными вопросами, информационный бот тоже эту задачу может закрыть. Если низкий open rate OR в других каналах коммуникации, например, если занимаетесь email маркетинг и средний open rate, у вас там около 20%, то мессенджер маркетинг эти проценты доходят до 70, до 80. И также, если сайт не конвертит из платного трафика, запустили контекст, ведете на трафик, нет лидов, либо, опять же, холодные лиды, можно ввести всю эту историю на информационный бот, где он уже часть вопросов от аудитории закроет. Так, и важный вопрос. Да, вот у нас есть, например, 5 воронок. У нас крутой чат-бот, абсолютно у нас все классно работает, нас все устраивает. Хотим идти дальше. Нужно ли подключать чат GPT? Вопрос достаточно сложный, достаточно щепетильный, и здесь универсальный ответ. Как бы надо смотреть, надо думать, надо разбираться в плюсах и минусах, и давайте вот так быстро, кратко разберем, действительно нужен он вам или нет. Итак, чат-бот с чатом GPT, что он сможет сделать? Да, конечно, это широкий охват тем и сфер бизнеса. Все знаем, как работает чат GPT, закинул ему любую тему, получил ответ. Это эмпатичность и естественное взаимодействие. Чат-бот и чат GPT умеют подстраиваться под настроение, скажем так, клиента, рассчитывать по заданному промпту какие-то, может быть, даже эмоции, если хорошо все это подключить, и как раз-таки выдавать такие более реалистичные ответы. Относительно быстрое внедрение, сейчас огромное количество площадок, которые предусматривают интеграцию чат-бота с чатом GPT, адаптация к контексту, да, если пользователь начнет прыгать от темы к теме, чат-бот с чатом GPT не потеряется, он найдет ответ. И также масштабируемость. Здесь все зависит от базы данных, которую вы в чат GPT загрузили, и чем больше эта база данных, тем более такой активный, более умный чат GPT у вас будет. При этом у нас, естественно, есть минусы, которые для многих компаний прям очень весомые. Во-первых, это ограниченный контекст понимания. Все упирается в базу данных. Если мы просто чат-бот подключим к чату GPT, он будет выдавать абсолютную ересь, которая под вашу сферу бизнеса никак не будет подходить. Поэтому, чтобы он выдавал правильный ответ, мы в него загружаем базу контактов. Мы чату GPT говорим, откуда ему брать информацию. В связи с этим связана генерация неточных ответов и неверной информации. Опять же, если вы чату GPT не сказали правильный ответ, он его может додумать сам и выдать абсолютно не ту историю, которую вы хотели бы, чтобы ваши пользователи получали. Простой пример. Если, например, вы говорите чату GPT, мы работаем с 9 до 6 по Москве, с понедельника по пятницу. Пользователь пишет, можно ли к вам прийти в 8 вечера в субботу. Вместо того, чтобы пользователю ответить о том, что извини, друг, но нет, приходи в понедельник, чат GPT может спокойно отправить его к вашему конкуренту, который работает в субботу до 8. Такие истории были, и с этим нужно быть очень осторожным. Также недостаточная конфиденциальность. Это очень актуальный вопрос и очень большая проблема для крупных компаний, у которых обязательно должны хранить все свои данные и данные клиентов на территории Российской Федерации. Так как чат GPT – это у нас зарубежный инструмент, и многие платформы, которые с ним работают, также имеют свои сервера где-то за рубежом, то, опять же, для многих это прям огромный минус. То есть долгие тесты, большая база данных и отсутствие эмоций – все это можно, в принципе, объединить в один большой минус, что чат GPT все-таки не человек, у него есть ограниченный функционал, и если его внедрять, то нужно очень хорошо подумать, есть ли ресурс, есть ли желание со всем этим мучиться, все это внедрять, и перевешивают ли плюсы и минусы. Да, конечно, чат GPT – это тренд, но точно ли нужно гнаться нам за этим трендом, особенно в такой сфере, как мессенджер-маркетинг, когда у многих компаний, вот в тех воронах базовых, по которым мы уже поговорили, когда их нет. Встает вопрос, если вот хочется как-то сделать свой чат-бот более интересным, более интерактивным, заводить туда аудиторию и не ограничиваться вот там несколькими воронками, хочется что-то еще. Что же делать? Можно посмотреть в сторону all-in-one ботов, которые зациклены на персонализации, и, скажем так, которые зациклены на том, чтобы найти нужный контакт с клиентом. Как это работает? Все те воронки, которые у вас есть, необходимо их объединить и пересмотреть по CGM. CGM – карта пути клиента, то есть как ваш клиент совершает покупку. Здесь на слайде как раз-таки все эти моменты есть, как должен строиться CGM, какой путь проходит ваш клиент. От этапа принятия решений, стадия, цель, факторы, каналы и так далее, когда мы по этой карте собираем путь нашего клиента, мы смотрим, какие задачи и какие как раз шаги клиента чат-бот может взять на себя, когда мы можем с полной уверенностью посадить на него клиента и сказать, все классно, чат-бот здесь справится, менеджер здесь нужен только для экстренных ситуаций. Из этого вытекает главный тренд, что массовые рассылки работают не для всех. Это огромный бич, наверное, современных компаний, что массовые рассылки отправляют вообще по всей базе, и потом удивляются, почему нет лидов, почему низкие CTR и так далее. Просто потому, что массовые рассылки работают на 1% вашей базы. Кому действительно прям у вас такой адвокат бренда, ему интересно все у вас. С помощью вот этой карты вы сможете сделать как раз такие воронки, которые будут подходить не всем, но будут подходить определенному сегменту аудитории и бить в цель, таким образом повышая конверсии. Итак, подведем итоги. Воронки чат-ботов, они нужны. Делаем 100% информационную прогревающую поддержку и сейлс-ботом. Делаем тогда, когда вот уровень компании дорос до того, что есть достаточный входящий трафик, чтобы этих ботов подключать. Чат-GPT достаточно спорная история. Если есть ресурсы, время, деньги, люди, желания, можно попробовать в рамках теста внедрить, поиграться с ним, посмотреть, какой будет выхлоп. И также, если есть кратный рост бизнеса, мы прям растем семимильными шагами, тоже можно попробовать. Во всех остальных случаях лучше пока сосредоточиться на стандартных воронках и хорошо отточить им. По поводу массовых рассылок уже от меня. Уже в этом проговорили. Двигаемся в сторону персонализации в пользу омниканальности общения с пользователем и закладываем в наш контент персональные смыслы абсолютно для всех сегментов аудитории. И all-in-one боты, также это спорная история. А если есть ресурс объединить все, грубо говоря, в один такой жирный мощный бот, пожалуйста, да, если нет, то лучше пока сосредоточиться на классическом мессенджер-маркетинге. И кажется, я успеваю, время 2.25. Эта часть у нас закончена. Да, здесь моя личная почта, личный телеграм, ссылка и скриншот. Если есть какие вопросы по вашим проектам, можем обсудить.